Ну шо ты мне сало не даёшь? Я не могу кушать эту картошку, заедая одной капустой. Вон, смотри. Посмотри, этот москальчик с какой-то немкой. По-любому у них сало до жопы. Эй, Кацап, а ну гони сало сколько есть, а то дупу тебе надерём. Не шути с нами. Всем привет, с вами Доки Трэш, и мы сегодня играем за... В этой офигительной игре, название которого вы наверняка видите там под названием видео. Там, в этой игре, мы сражаемся против разных персонажей, и вот мы выбрали сегодня красоносца, который будет бить всех остальных. Тут сражаются персонажи из различных стран, из различных культур, то есть, соответственно, разный стиль боя, разное оружие. Разный стиль владения оружием. В предыдущем видео французишь проиграл, в этот раз он оказался более профессиональным. Вот, собственно, и всё. Хе, так, дерись. Вот так. И неху было выёбываться. Пссс, ха-ха-ха. Ты был для меня жалок. Ай. Нет. Нееет. Я хотел не её. Не её я хотел, блять. А как? Заебись. Ладно, блять, тут нет кнопочки выбора, как бы отмена выбора, и мы продолжаем просто играть, несмотря ни на что. Ладно, сыграем, сегодня из-за неё тоже. Вот и всё. Вот что делает рыцарь с фехтовальщиком на самом деле. Особенно если сражаются две тёлки. Зарубил её просто. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! В смысле? У тебя в шее застряло оружие, ты просто, блять, блять, ха-ха-ха! Это весело. Итак, ладно, мы продолжаем. Давайте сразу эту бабу завалим наглую, и всё. И не будем, короче, просто переживать по этому поводу. Да, а там такое тоже может быть, я видел в интернете, короче, то, что у тебя оружие из рук может и выпасть, а ты сражаешься, как будто у тебя есть оружие. И при этом непонятно, есть ли урон или нет. Этого я, кстати, не заметил. Но, по-моему, там урон есть. Вот так. Оба, получай. Да, получай ты! Она дождалась, пока я-то иду в сторонку, блять, чтобы просто нанести сокрушающий удар. Ну, как же это, блять, не... Если не офигенно, как это ещё назвать? Пока я пиздела, она меня зарубила хером собачьим. Отрубила ли руку или нет, этого я, как бы, не могу сказать, но я ей проиграл. Ладно. Убьём эту наглую милфочку. Не уверен, что она милфочка, но тем не менее. Так, завалим её, а потом пойдём валить с турков. А что ты хотел, это против... Громадного, блять, здоровенного толстенного меча свою зубочистку пускать? Ну, хоть перед смертью посмотри на мои, блять... Яйца, я не знаю. Ха-ха! И не стало тебя! Не знаю, что сказать, короче, дали. Мы просто сражаемся против, дальше, турка, который, блять, с саблей ходит. С короткой саблей, она не такая длинная, но она, тем не менее... Режущее у него оружие, у него... А, она не длинная, но она режущая. Ну, по сути, он победил. Он же не упал. Да ладно, чё, опять? И так будет постоянно? Пока кто-нибудь из нас не сдастся. Мне кажется, я знамся, как только у меня закончится алкоголь. Нет, смотри, в этот раз он оказался быстрее. И так. Его сабля прошла мимо. Ну, ладно, я оказался не таким расторопным, как он. Он чётко сработал, и я просрал. Давайте сразимся против всех уже... Европейцев. А потом уже будем против славян сражаться. Сражаемся мы, значит, против славян, короче. Да, я потом скажу, и все мы просираем наглухо. Итак, сражаемся дальше. Что ты, блядь, себе позволяешь? Всё. И не стало, чувачка. Потому что удар в ногу был смертельный. Мне кажется, что он отразил мою атаку моего же меча, и он мне в ногу уперся просто, и всё. Мне кажется, что он просто меня одолел вот так. По-крутейски. Ох. Самурайский удар. Тут ничего не скажешь. Так, остались... Три грозных противника. Поляк, русский и украинец. Самые жёсткие противники, проще пиздец. Ни хренули. Хурюм-бурюм. Проиграл ты. Так. Что-то... Ну вот, собственно, и... Как выигрывают войну большими мечами. У нас будет следующий на очереди. Давайте хохлярум. Против русского, ну и вы нахер идти. Против русского, ну и вы нахер идти. Вот так мы его и одолели. Просто за 5 сек быстренько. Со вкусом, с оттяжечкой. Даже не... Просто не вспотели дальше. Да и... Самый главный противник русский. Сможем ли я одолеть его? Наверное, сможем. Сражаться, в принципе, чем-то очень похоже, как с турком. А турку, по-моему, мы проиграли, да? Ну, тут получилось так, что он не смог спарировать мою атаку. Не успел. Вот и всё. И на этом всё. Всем спасибо, если пока. Это был Докитрэш. Как хорошие игры. Подписывайтесь и прочее.